Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. Я только что прибежала, на улице жарко, солнышко, и я с дачи кое-что привезла, сейчас вам покажу, пошли со мной. А привезла я вот такую травку, ну, рукола, руколой ничем не удивишь, понятно, рукола и васаби. Вот это самое, что не наесть васаби. Называют кир-салат и крес-салат, и как только не называют. Любят очень водичку, и именно то васаби, которое растет по берегам рек, оно особо ценно в Японии. Восемь или девять видов вот этого васаби. Восемь или девять видов, представьте. Кстати, вот сами того не подозревая, в Армении употребляют вот этот вот кир-салат, вот этот васаби, с огромным удовольствием. И здесь орехово-горчично, такой вкус необыкновенный. Можно сказать так, и хрен, и горчица, и орех. Вот эти вот три составляющие входят во вкус. Вы будете чувствовать, когда вы сделаете из этого шикарную приправку. Как делать приправку из васаби, я вам сейчас скажу. Васаби я сажаю по берегу своего озера и еще в лесу возле озера. Также туда я посадила несколько корешков васаби. Они разрослись и сказали мне спасибо. Получились такие, знаете, семейства. Когда я буду там, я вам обязательно покажу эти семейства. И вообще советую в лесу или где бы вы ни были, девчонки, мальчишки, обязательно высаживать там какие-либо растения. Например, смородину, такие полезные. Или калину на берегу озера или речки. Мяту на берегу речки. Прямо сейте, сейте, и потом природа и Господь вас отблагодарит за это. Теперь у меня целые заросли. Я с удовольствием делюсь. Делюсь со всеми. Когда ко мне приезжают гости, я веду в эти места, показываю. И они себе могут срезать столько, сколько им угодно. Рукола также у меня в диком виде растет, потому что я вам показывала место, где я также рассеиваю семена тоже возле озера. И в лесу растет с удовольствием. То есть то, что у меня не помещается на участке, а по лесу я хожу чаще, чем по участку, я высаживаю прямо в лесу. А сейчас я сниму очки, кое-что, и поставлю чайник на кофе, потому что хочу выпить чашечку кофе. Вот, водичку я уже выпила. И заодно расскажу вам про васаби. Васаби, знаете, называют как... Это измельченный вообще-то, высушенный корень. Корень у васаби очень полезен. И такое же растение растет вдоль берегов рек, озер в Японии. Оно относится к семейству капустных. Выращивать японский хрен, будем называть так, можно и на огороде, можно и на берегах холодных рек. Но, но... Есть температура, при котором корешок васаби не выдерживает. Поэтому такие морозы, как минус 30, минус 40, я знаю, что есть такие места там, точно васаби расти не будет. По остроте она приправа напоминает горчицу, но не острый перец. Нет, нет, нет. Совсем нет. В большей степени стимулируют носовые проходы, а не язык. Поэтому, у кого проблема с... Ну, у кого гайморит, с носиком, вот как раз вам пойдет вот это васаби. Но только натуральное. Что делаю я? Я активно использую корневище васаби. Как я корень использую? Да очень просто. Чтобы приготовить соус, нам надо будет взять 3-4 корешка, но растение должно быть 5-летнее примерно. Ну, от 3 до 5 лет. Кстати, без такого соуса практически не проходит ни одно японское блюдо. Кто смотрит меня давно, уже знает, что я тщательно изучила японскую кухню. Чаще всего васаби смешивают с соевым соусом. А для суши его легким слоем наносят на рис. Васаби добавляют в роли, в ролы, ролы, японские ролы. Подают отдельно. И кроме того, приправы используются для приготовления традиционного японского блюда темпура. Попробуйте приготовить оригинальный соус. Давайте я вам сейчас скажу. Вот так поставлю здесь васаби и я вам скажу рецепт. Нужно взять сливки. Я думаю, что у всех есть сливки. Но если у кого нет сливок, уже в крайнем случае сметанку. Нужно взять рыбный бульон. Предварительно отварите хорошую рыбку. Только рыбка должна быть морская. Желательно тунец. Взять дальше нужно нам стружку тунца. Васаби. Можно корешок на терке натереть. И также вот эти вот измельчить зеленые листики. Измельчить в кашицу. Дальше. Немного соли. Все ингредиенты соединяем в небольшой кастрюльке. Но вместо соли я добавляю соевый соус. И ставим на медленный огонь. И соус постоянно помешиваем. Когда смесь станет средней густоты, снимаем с огня. Лучше всего соус подавать к блюдам из тунца перед подачей на стол. Обязательно добавьте икру. Это богатый. Это дорогой. Это необычный соус. И он приятно удивит ваших гостей. Очень часто васаби добавляют в первые блюда. Они становятся более ароматными и изысканными. В магазинах васаби представлен в виде порошка или пасты. Чаще всего это подделка. Окрашенная подделка. Причем с добавлением вот этих ароматизаторов. Потому что это невозможно. У нас нету таких плантаций васаби. У нас нету такого количества озер, чтобы там люди высаживали васаби. Я высаживаю. Я нахожу места благоприятные для вот этой необыкновенной культуры. Еще. Это уникальная вещь от всех видов простуд. ОРВИ, ОРЗ, заболеваний крови. В состав входят витамины С, А, В6, В9, ниацин. Здесь микро-макроэлементы. Такие как калий, кальций, магний, фосфор, железо, марганец, медь, натрий, цинк, синегрин, гликозиты, эфирные масла. В общем, я все перечислять не буду. Но это вам не петрушка. Петрушка очень полезна, вы все знаете. А васаби в 10-15 раз полезнее петрушки обыкновенной. Ну, по крайней мере, так дают мне источники, которые я переводила с английского языка. Вот так вот. Полезен для зубов. В приправе, которую, допустим, если вы добавляете, измельчаете листики, делаете пасту, да, вы можете просто высушить. И все равно здесь огромное количество сохраняется полезных веществ. Вы, сушеные васаби, вы можете измельчить в порошок, и вот это уже будет настоящий зеленый порошок. Еще что интересно, что это уникальное растение со своими вот плеядой полезных веществ способно подавить рост бактерий, которые приводят к кариесу. Интересно, что из-за этих же удивительных веществ васаби предполагают использовать для борьбы с раковыми клетками. Она, васаби, эта приправка, она в себе, эта травка, содержит все то, что есть в хрени, и еще более того. Еще хочу, чтобы вы знали, она предотвращает образование тромбов. Васаби является антиосматическим компонентом и обладает противомикробными свойствами. И помните, настоящая приправа васаби, она очень дорого стоит в большинстве японских ресторанов, в самой Японии, как в пределах, за пределами, даже в других. А имитацию, которую делают из обыкновенного хрена, да, вы можете получить. Туда добавляют специи, пищевые красители, вот этот яркий, неестественный цвет. И все. И все, дорогие мои. Поэтому, когда мне говорят, вот васаби, вот купите, или я захожу в супермаркет и смотрю, какая цена там васаби. И тут у нас есть оптовый. Я захожу в тот отдел, где китайские продукты, японские и вьетнамские, и корейские. Вы знаете, я сталкиваюсь с тем, что подделка, подделка, никакая не приправка васаби, а именно, что не наесть синтетика. Будьте осторожны, лучше выращивайте сами. Еще раз говорю, очень любит воду. Не стесняйтесь, берите калину, берите смородину, берите васаби, берите мяту и высаживайте по берегам рек. Вы получите и озер, и вы получите изумительный результат. Через какие-то 2-3 года вам скажет природа спасибо тем, что отблагодарит вас хорошим урожаем. Будьте благословенны вы, ваши близкие и вообще все-все-все, кто с вами соприкасается, так или иначе. Пусть Бог оберегает вас во всех жизненных ситуациях. Я люблю вас. Пока-пока. Продолжение следует...